привет друзья это оперштаб меня зовут алексей ильяшевич давайте-ка заглянем в латвию где сел один из главных противников лукашенко валерий цепкала тот самый который с 94 года занимал в беларуси высокие должности а потом внезапно обнаружил что все это время он работал на преступника номер один так вот на территории свободной европы карьера у цепкала не заладилось запад просто не дает ему денег об этом валерий вильямович рассказал в интервью газете ru у нас есть планы я сейчас буду возвращаться наверное консультационной деятельности потому что нужно на что-то жить супруга тоже будет выходить на работу те накопления которые у нас были они уже подходят концу и надо искать баланс между зарабатыванием денег и общественной деятельностью может даже переедем пока рано говорить но возможно из латвии уедем чтобы находиться ближе клиенту какой кошмар куда смотрят все эти правозащитные организации белорусского оппозиционера в латвии заставляют работать запад несмотря на все свои заявления никаких денег не дает по крайней мере те кого я знаю такой помощи не получают проекты которые мы подавали тоже не получили поддержки мы уже даже просили запад если они выделяют деньги отчитываться на что именно потому что мы этих денег не видим а у нас о них спрашивают к тому же и эту майку зим тебе на пель позор один тебе шитья пойдет оршинах детей ези то есть валерий цепкало думал что запад будет его содержать и тогда он сможет все силы бросить на пустую болтовню о свержении лукашенко согласитесь рассказывать о революции приятнее в дорогих апартаментах в брендовой одежде и на сытый желудок но что-то пошло не так цепкало крайне возмущен тем фактом что деньги перепадают другим оппозиционерам вот что он говорил о создателе белорусского свободного театра николай халезине такие люди вносят раскол в общедемократическое движение они подсели на гранты он получает гранты около миллиона фунтов стерлингов это около полутора миллионов долларов в год в виде грантов он живет в великобритании около 15 лет дочка там школу окончила в университет собирается обидно конечно какому-то халезину деньги дают а цепкало не дают дошло до того что валерий вильямович самостоятельно объявил сбор средств на арест лукашенко 11 миллионов евро это поверьте мне совсем небольшая цена для тех мужественных белорусов для тех сотрудников правоохранительных органов или для тех представителей гражданского общества которые найдут в себе достаточно сил и мужества чтобы исполнить свой служебный конституционный и гражданский долг постойте может я чего-то не понимаю но долг он ведь на той долг что его нужно исполнять независимо от обстоятельств тогда зачем нужны деньги что это за долг который ты исполняешь за 11 миллионов евро но и в завершение если вы захотите кому-то показать до чего докатились белорусские политэмигранты покажите им это цепкало собирает деньги на арест лукашенко со своих зрителей на ютубе прямо во время прямых трансляций кстати говоря за два месяца накопилось только три процента от заявленной суммы не густо я бы посоветовал валерию цепкало брать пример с других стримеров которые собирают пожертвования обычно они что-то делают за деньги 100 евро спою 200 евро станцую 300 евро нарисую открытку вот как-то так надо тогда дело пойдет у меня на сегодня все надеюсь вам понравилось это видео пишите в комментариях что вы думаете о судьбе цепкало не забывайте подписываться на наш канал если еще не подписаны и ждите новых роликов скоро увидимся а